Добрый день, меня зовут Сергей, мы приехали из Запорожья, как уже сказали, из Кремльчуга и из Берлина. Да, я хочу поприветствовать... В Филиппийцах 4.21, да, написано, приветствуйте всякого святого Христе Иисусе, приветствуют вас находящиеся со мной братья. Мы вас всех приветствуем, дорогая церковь, и благословляем. Спасибо, да, что предоставили нам возможность, да, Псалом 24, 4, 5 стих, написаны такие слова. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты, Бог спасения моего, на Тебя надеясь всякий день. Знаете, мы молились, и, Господи, покажи, да, какую нам церковь, куда вам поехать, мы хотели поехать и в Бургас. И, когда моя жена ее зовут Надежда, предложила поехать в Варнау, но, знаете, внутреннее было сопротивление, ну, и как бы не было желания, далеко. И сто километров уже не сам много далеко, но, когда ты едешь по горам, вот эти симпортины, и, ну, показалось очень далеко. Да, но мы приехали и получили благословение, да? Да, Господь привел нас сюда. Господь не доведет тук. Я хочу прочитать слова от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. От Иоанна, какая глава? 13 глава, 34-35 стих. 13 глава, 34-35 стих. Знаете, как в духе сегодняшняя проповедь про любовь, да, тут написаны такие слова. Заповедь даю, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Аминь. Знаете, мы когда пришли, зашли в зал, и когда вы начали петь здесь наши песни, ну, это реально, просто, да, немножечко другой перевод, честно скажу. Да, немного вначале было трудно. Потом включили перевод, да, и мы начали сливаться в одном духе, даже в словах, знаете. Ну, я не знаю, как кто, я реально, я писал вот это вот себе конспект, да, чтобы просто сказать эти слова. И прям меня накрывало, когда я переживал такую особенность Божьей любовь, знаете. И вот как будто, ну, ты всех знаешь, хотя я даже по имени еще никого не знаю здесь. Спасибо вам большое за слово, пасыр. Реально, такие вот, как бы, откровения, да, реально, мы все пережили, ну, такое особенное благословение, мы не зря сюда приехали, да. Знаете, у нас, и как тут одна сестра сказала, я как бы поняла, да, или почувствовала, я не помню, как она сказала, то есть, что левиты, да, здесь все. Но у нас реально тут все левиты, да, у нас тут большая группа прославления, даже с нами есть автор, который пишет песни и поет. Вот, и если это можно, да, если у нас есть время, мы можем, он может послужить, да, я думаю, один ты споешь, да, песню. И может кто-то из братьев и сестер, может быть, ну, что-нибудь засвидетельствует. Я могу сказать о себе. Семь лет назад, когда началась война в Донецке, мы переехали в Запорожье с моей семьей. Сегодня я несу в церкви в Запорожье дяконское служение. С нами еще три семьи. Одна семья из Кременчуга, вот брат, который будет петь. И один брат с нами, он из Берлина. Нас объединяет Божья любовь. Мы уже не первый раз отдыхаем вместе. И знаете, такое получаем особенное благословение. Каждое утро у нас служение, мы собираемся, мы собираемся просто проводим такое мини-слово, знаете, мини-проповедь. Славим под гитару Господа. И это очень сильно нас вдохновляет и объединяет. И это вот такой мощный отдых, когда мы сильно обновляемся все вместе. И поэтому мы хотим быть вместе. И поэтому мы платим вот такие, кто-то даже немалые деньги для того, чтобы вместе отдохнуть и получить вот это благословение. Мы вместе отдыхали в Египте. И тоже были в церкви в Египте. Мы нашли там протестантскую церковь. В том году мы были в церкви в Бургасе. В этом году у вас. Спасибо вам большое. Пусть Бог вас благословит. Если можно, я помолюсь короткой проповедью, да, за вашу церковь благословлю. Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя и превозносим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Господи, за эту честь, Отец. Быть на этом месте, быть в этой церкви, в этой семье, Господи. Спасибо Тебе за то слово, которое Ты сегодня дал нам, Отец. Накормил нас, Отец. Мы благодарим Тебя. Мы благословляем эту церковь, этого пастора, Отец. И молимся во имя Иисуса Христа и говорим, распространи, расширь пределы, Отец. Благослови, Божий Господь, Божий, каждое дело, каждое служение, Господь. И пусть этот дом, Господь, он будет домом убежища, Отец. Домом, Господь, исцеления, обновления, Господь, во имя Иисуса. И домом спасения душ, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за все. Аминь. Дима, Тебе слово. Спасибо, дорогие, за принятие. Да, я пишу песни. Вот, хочу поделиться песней. Особенной песней. Но это жена, моя Елена. Служитель, как вы видите. Да, особенной песней. Почему она особенная? Потому что люди говорят, что она особенная. На самом деле мы ее написали вместе с церковью. Когда-то у нас пришло такое, не знаю, откровение, желание, не знаю. Просто садиться и писать песни. Немногие это практикуют, группы прославления. И мы это никогда не практиковали. Но мы решили. И после этого решения просто собрались и написали одну песню, вторую, третью написали. Ну, конечно, на каждой песне есть отпечаток тех людей, которые это. И ребята сказали, ну, это, Дима, видно, твой отпечаток. Но мы давно там все вместе общаемся и прославляем Господа. Да, на этой песне мой отпечаток. Но писали мы ее вместе. И люди часто говорят, что она особенная. Поэтому хочу ее спеть. Да, еще хотел сказать. Можете мне гитару вызвучить? Ну, как она там, включена, не включена? Если вы мне послужите, будет мне намного легче, чтобы я сейчас тут не ковырялся. Вот. Хотел сказать, знаете, интересное такое у нас было переживание. В Севастополе еще там до войны, еще до того, как Крым забрали, мы были на отдыхе. И мы тоже решили поехать в воскресенье на служение. Вот. Ага. Спасибо большое. Вот. И... Да, и мне надо в стойку, да. Все мне служат. Спасибо вам большое. Спасибо. И мы в Севастополе пришли в воскресенье в церковь. Причем, как мы ее нашли? Мы ехали, а там был билборд, на котором написано. Церковь такая-то вот. И мы приехали, зашли в церковь, но мы опоздали. И там уже такая была атмосфера. Знаете, когда уже все... И мы прямо как в молоко в густое туда занырнули и просто славили Господа. А потом нас увидели, и пастор там говорит, ага, видно, что вы не отсюда. Да. Отдыхающие. Да. И он говорит, слушайте, ну это пример, ребята отдыхают. Обычно люди, знаете, сбегают и все, и растворяются все. Я отдыхаю от всего там. Да. Но когда вы на отдыхе, то вы тоже, ну, приходите в церковь. И такое слово вам короткое было. И там был человек, которого мы знали. И это Владимир, по-моему. Мы НТВМ когда-то занимались. И... А? Олег. Олег. Как вас зовут? Я извиняюсь. Да, да, да. Олег Григорьевич, извините. А то мне... Да. И Лена сейчас говорит, смотри, человек этот нам знаком. Боже мой. А вы когда-то у нас в Кременчаге по бизнесу приезжали. И мы там в этой церкви вас тоже увидели. И такие, знаете, знамения есть. Слава Иисусу Христу. Что мы все такие разные, с разных городов. И вообще, да. И по каким-то разным вопросам мы можем друг друга знать. Но в церкви мы народ Божий и дети Божьи. Аминь. Аминь. Да. Такие бывают, да. Ну вообще мне нравится Господь своим чувством юмора. Божья милость плавит в сердце моё. Больше не оставит и не уйдёт. Будет делать мягким и платьяным. И помажет маслом оливковым. Милостью поднялся из бездны греха. Любовью укрывая, незримо спасла. Благодарю тебя за милость твою. За милость твою она превознеслась. Превыше суда спасла жизнь мою. Божья милость плавит в сердце моё. Больше не оставит, больше не оставит и не уйдёт. Будет делать мягким и платьяным. И помажет, и помажет маслом оливковым. Благодарю, благодарю тебя за милость твою. Благодарю тебя за милость твою. За милость твою она превознеслась. Превыше суда спасла жизнь мою.